Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас в гостях Али Гаджизаде. Али, здравствуй. Здравствуйте. Али является экспертом по Ближнему Востоку и приехал в Берлин на наше мероприятие, которое будет касаться наших отношений Армении с Азербайджаном и то, кто кого в этом конфликте поддерживает, но об этом мы еще поговорим отдельно. Сегодня я хотел бы поговорить с тобой об отношениях Азербайджана и Ирана, об информационной войне, которая, холодной войне, информационной войне, которая, безусловно, имеет место быть между Ираном Азербайджаном. Для меня было очень знаковым, знаменательным, что сначала президент Ильхам Алиеп, а потом все азербайджанская медиа в очень необычном таком тоне начали очень агрессивно отвечать. Уступили в публичную перепалку со всеми иранскими руководителями и медией. Это было очень необычно. Как ты думаешь, в какой-то момент я даже подумал, а что если на самом деле будет война между Азербайджаном и Ираном? Потому что эта эскалация в риторике, мы знаем, что всегда может привести и к войне. Как ты вообще оцениваешь отношения между Ираном и Азербайджаном и почему происходит вот эта агрессивная риторика, которая в данный момент как будто бы затихла, но мы понимаем, что это может быть всего лишь затишьем перед бурей? Ну тут, я думаю, нужно сделать небольшой исторический экскурс. Когда впервые появилась Азербайджанская республика в 1918 году, тогда еще был умирающий и утихающий каджарский Иран, но он все еще существовал. Каджарская династия правила Ираном. И первое требование, которое поступило правительству Азербайджанской демократической республики «Смените название страны». То есть, почему я начал с этого? Проблемы начались не вчера. И когда наступил 1991-1992 год, Азербайджан опять восстановил свое независимость, стал независимым государством. У нас появилась, то есть наша граница была, это граница СССР и Ирана, а стала Азербайджана и Ирана. Для Ирана появился опять, скажем так, вот этот страх перед Азербайджаном, страх перерастающий в нервные какие-то рефлексивные телодвижения, которые не совсем вписываются в политику соседства и вообще в нормы международного права. Но Иран никогда и не отличался, в принципе, тем, что они там соблюдают международное право и так далее. И на протяжении с 1992 года, фактически по 2020 год, мы наблюдали иногда прикрытые, иногда нет, деструктивную политику Ирана по отношению к Азербайджану. Иран, вы знаете, он предпочитает работать с шиитскими общинами, где бы они находились. Небольшой пример это Ливан, там они создали Хезбаллу, ее всячески поддерживали, поддерживают, финансировали. Когда-то Хезбалла была государством в государстве, т.е. Хезбалла была отдельным государством, в государстве Ливан, сейчас cambio, превратилось в государство внутри Хезбаллы. То есть Хезбалла фактически полностью, де-факто, захватила Ливан, и Ливан стал государством в Хезбалле. Конечно, Иран очень хотел бы применить тот же сценарий в Азербайджане, но в Азербайджане этот сценарий невозможно, причем то, что есть центральное правительство, есть государственные органы, они работают, есть соответствующие службы, они работают, они пресекают эти попытки. Но несмотря на это, им все-таки удалось создать определенные, скажем так, круги людей, которые поддерживают Иран, поддерживают иранскую политику, пропагандируют Иран внутри Азербайджана. На Южном Кавказе они активно работали и работают с азербайджанцами, которые компактно проживают в Грузии и в Борчаринском регионе, с азербайджанцами, которые компактно проживают в Дербенте и в его окрестностях, то есть на юге Дагестана. И обратите внимание, оба эти региона находятся, конечно же, в границе Азербайджана. И там они имеют возможность работать более открыто и даже более агрессивно, чем в Азербайджане, соответственно, скорее всего, с позволения соответствующих служб этих стран. Они активно работают с азербайджанской диаспорой, которая проживает в России. Без разницы это люди, которые живут в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Петербурге или в Москве. Это не случайно, что представитель так называемого верховного лидера Ирана был назначен в Москву. И если проверить его аккаунты в соцсетях, его вот тайтлсы, его названия, там, чем он занимает, написано на азербайджанском. Не на фарси, не на английском. Именно на азербайджанском, с латинскими буквами. У них таргет аудитория азербайджанская. Таргет, да, да. 80%, даже я бы сказал, может быть, все 90 или 100 пропагандистской литературы, пропагандистских посланий, которые направлены на Южный Кавказ, они эксклюзивны на азербайджанском языке. То есть тут понятно, что на Южном Кавказе кто их интересует. Вот я вот рассказал немножко, вышел и рассказал вот это вот, вышел за рамки и рассказал вот эту вот предысторию небольшую, чтобы люди понимали, что то, что происходит сейчас, это не началось вчера, это имеет место быть давно. Но у них есть определенные, скажем так, правила, моменты, по которым они играют. И почему я сказал, что вот с 90-х годов по 2020 год. С 90-х годов по 2020 год они создали свою пропагандистскую инфраструктуру, информационную инфраструктуру, оперативную инфраструктуру, которую сейчас громит азербайджанские спецслужбы. Инфраструктуру по вербовке. Причем мы когда говорим о вербовке, это не только вербовка с целью привлечения к оперативной деятельности, к разведывательной деятельности в данном случае. Это в том числе вербовка для посылания, для образования гуми и так далее. То есть там это длинная игра, они не играют в короткую игру. То есть это long game. И наступил 20-й год, война, и Азербайджан побеждает в войне. Это полностью перетряхнуло сознание и понимание иранского руководства своей южнокавказской политики. А южнокавказская политика, 80% этой политики, это кто это? Азербайджан. Они, естественно, во время войны, то есть есть огромное количество фактов, я сейчас не буду все перечислять, поддерживали армянскую сторону, как и до войны. Армянская сторона получала и российское вооружение через Иран, и разведданные иранских спецслужб получала, и бесплатное горючее топливо для их армии в Карабахе, и вооружение, и боеприпасы. То есть все, чем можно, они помогали. Но это не спасло армянскую армию, Армению. И наступил 20-й год, победа. И Иран от этого стал все более нервный. Во-первых, их устраивала ситуация, когда достаточно протяженная часть азербайджанской границы, азербайджанно-ранской границы, не была под контролем во все Азербайджаны, и они использовали это для своих целей. В частности, для обхода санкций, в частности, для так называемой Северный путь, один из маршрутов Северного пути для экспорта наркотиков и так далее, и тому подобное. Эта лавочка у них прикрылась. Вот вы можете посмотреть мониторинг СМИ провести азербайджанских. Периодически уже сообщаются, там, какие-то антрабандисты арестованы на границе Азербайджана с Ираном, была перестрелка и так далее. Посмотрите, сколько сообщений до 20-го года в азербайджанских СМИ, и сколько потом. Вы увидите огромный рост. Потому что, так как прикрылось то направление, они более активно начали искать незащищенные, скажем так, участки через Азербайджан и Иранскую границу для провоза своего груза. Это только один пример с наркотиками. Плюс, конечно, геополитический момент. Они почему-то считают, что если будет воплощен вот этот Зангизурский коридор, они потеряют свою общую границу с Арменией. Они боятся особых отношений Азербайджана и Израиля. Они боятся особых отношений Азербайджана и Турции. Они боятся особых отношений Азербайджана с определенными европейскими странами. И вот эти вот в совокупности, все эти страхи, и они боятся национального подъема в Южном Азербайджане, для которого есть очень много всяких причин, конечно же. И все вот эти страхи в совокупности выливаются в их нервную истерическую реакцию. Это истерия в иранских СМИ по отношению к Азербайджану, к руководству Азербайджана. То есть, я говорю истерия, на самом деле это просто уличное оскорбление. Вот. И риторика иранских официальных лиц по отношению к Азербайджану, мягко говоря, враждебная. Мягко говоря, враждебная. Потом высылка, конечно, так называемого представителя верховного лидера в Баку, его окружение, нападение на азербайджанское посольство в Тегеране. Почти постоянные показательные в советском стиле пикеты и демонстрации перед азербайджанским посольством в Табризе, перед азербайджанским посольством в Тегеране. И все вот это вот идет про нарастающее сотрудничество, в том числе в военно-техническом и военном плане с Арменией. Открытие консульства в Зангезуре. Я уверен, большинство наших зрителей видели это уродливое небольшое такое здание, которое они решили организовать в свое консульство. И вот все вот это, все вот эта совокупность продолжает, вот, скажем так, развиваться. Да, сейчас мы наблюдаем определенное затишье. Я очень надеюсь, что вопрос все-таки будет как-то разрешен из стороны к согласию. Но я не верю, что мы тогда-то будем иметь добрососедские отношения с Ираном, как, например, с Грузией и так далее. Вот если вот вкратце, ну, там много всяких. Ну, мне интересно, вот вы говорите, вот пропаганда, да, иранских властей, в Азербайджане, даже в России, то есть в Грузии, там, где живут азербайджанцы. В чем состоят их нарративы? Какие пункты, какие идеи они пытаются пропагандировать, вносить в умы азербайджанцев? Мы вот говорим пропаганду, но на самом деле пропаганда, это часть большого достаточно процесса, а иранцы в этом вполне преуспели. Они фактически ведут против Азербайджана когнитивную войну, ментальную войну. Они противопоставляют, например, есть там Конституция Азербайджана, и согласно Конституции Азербайджана, Азербайджан, несмотря на то, что большинство людей исповедует ислам, Азербайджан, светское государство, имеет светский характер государства и так далее. Они противопоставляют этому свой проект, проект религиозного государства в Азербайджане. И отрицая факт того, что азербайджанское государство светское не потому, что правительство Азербайджана это хочет, а потому, что общество Азербайджана светское. И вот опираясь на каких-то 2-3 процента внутри Азербайджана, которых они, словно, смогли оболванить, они выдвигают свой концепт. Это часть вот этой когнитивной войны, когда тебе говорят, что вот то, что ты верил все это время, это вообще ложь. Вот это новое, вот это и есть правда. И что касается, скажем, банальной пропаганды, конечно, тут есть религиозный фактор, безусловно. Что якобы в Азербайджане притесняются шииты, 8 процентов населения Азербайджана шииты. То есть как это технически возможно вообще, это вопрос. Плюс у них есть, скажем, даже в шиизме, у них есть своя надстройка, которая заключается в том, что мы, есть истина в последней станции, вот то, что мы говорим, то и правда, мы, ну то есть они выступаем защитниками всех угнетенных, всех мусульман, всех шиитов и так далее, и тому подобное. А как это укладывается, мне интересно, вот в головах азербайджанцев, которые про-иранский, про этот иранский режим, вот как это укладывается, что тогда Иран в войне между Арменией и Азербайджаном поддерживал Армению? То есть как это, то есть не шииты, своих братьев, а вот... Вот это очень, да, очень хороший вопрос. Ну, знаете... То есть как они это объясняют? Я... Интересно, как эти, скажем так, люди, которые поддерживают этот иранский режим, как они себе это объясняют? Вот, вот это вот интересная фишка, вот я около десяти лет занимаюсь изучением и выработкой, выработкой, сори, решений в области дезинформации, пропаганды, психологических операций. У каждого, ведь, есть своя правда, и вот они создали для этих людей свою правду. Их, правда, заключается в следующем. Во-первых, то есть то, что они говорят, так называемая помощь Ирана Армении была сильно преувеличена. Во-вторых, Баку поддерживается сионистским образованием, то есть Израилем. Соответственно, Иран принимает меры, чтобы не допустить усиления сионистского режима, сионистского образования в Азербайджане. Работая, вот, введя борьбу против Азербайджана? Да. Вот против шиитов? Да. А, вот в этом есть момент. Для них есть их религиозный руководитель, который сидит в Тегеране, и есть их, скажем так, вера в то, что он прав. А флаг, страна и так далее, это вот для нас, для людей светских, имеет определенную ценность и значение. Для этих людей не имеет это значение. Для нас имеет ценность значение нашей национальной идентичности. То есть я, для меня, я говорю всегда, что я в первую очередь азербайджанец, а потом все остальное. У них, они в первую очередь последователи их, скажем так, руководителя. Я не хочу называть то слово, которым они его называют, потому что это большая честь будет для них. И потом уже они, может быть, на каком-то третьем, пятом, десятом плане азербайджанцы и так далее. Вы скажете, это нонсенс, я полностью согласен, но пропаганда, она вот имеет вот такие свойства. Есть такое высказывание, может быть, я скажу, зрители сами пусть решат, да, это правда или неправда. Там говорится, что пропаганда не оболванивает, пропаганда изначально рассчитана на болван. Вот так вот. Но факт заключается в том, что последовательно, работая с азербайджанцами и в Азербайджане, почему я говорю с и в, с это порчалы, дербент, Россия, в, это сама, конечно, Азербайджанская республика, они все-таки смогли создать определенный круг, скажем так, людей, которые им верны. Здесь я должен подчеркнуть, что в свете последних событий, к чести этих людей, нужно сказать, что часть из них откололась. Все-таки в них проснулись национальные чувства и какое-то критическое мышление, да, они поняли, что нет, эти люди не те. Их использовали. Да, их использовали, то есть эти люди, там, пришельцы из Тегерана, они не те люди, которые вот декларировали все это, то есть вот эти их ценности. На самом деле ценности были фейковыми, вопрос совершенно в другом, это вопрос геополитики. Так, но остаются те, которые все еще там за ними, цепляются за них и так далее. Но тут есть очень серьезный психологический аспект. То есть я не психолог, но есть определенные люди, тип людей, им нужно чем-то наполнить свое «я». Кто-то присоединяется там к националистам из-за этого, не потому что он националист по убеждению, а потому что он считает и он чувствует в себе потребность быть с кем-то, а порой под кем-то. Кто-то к социалистам может присоединиться, кто-то вот к религиозным фанатикам, религиозные фанатики, они тоже разные ведь. И кто-то вот к этому проиранскому крылу в душе, в глубине души человек может даже не разделяет их, все вот их подходы и взгляды, но он считает, что под этим зонтиком он защищен, он более в комфорте, это его зона комфорта, и он что-то значит под этим зонтиком. Вне этого зонтика он никто, он просто винтик. А под зонтиком он служит какой-то светлой целью, то есть этот фактор тоже есть, и он ревелансен не только для Азербайджана, он ревелансен для всего мира, вот даже и в Европе я знаю, что такое есть. Вот. Вот так вот. Да. Но, как сказать, вот эта информационная война, которая ведется против Азербайджана. Я думаю, вот в этом, я очень извиняюсь, я переверну, в этом конкретном контексте, мы думаю, я думаю, мы должны говорить о когнитивной войне, потому что вот то, что делает Франция, это можно охарактеризовать как информационной войной, а то, что делает Иран, потому что они же действуют не только в информационной среде, у них там очень серьезная глубинная настройка. Оперативные, активные мероприятия. Ну, да, все там есть. Там есть все, и поэтому я думаю, что это не информационная война. Информационная война, информационная операция – одна часть. Если мы будем говорить об информационной войне, мы уменьшим степень. А нам нужно раскрыть вот всю эту картину, чтобы люди понимали, что информационная составляющая, это только там, ну, сколько, ну, процентов 10-15, просто это на поверхности, это легко заметить. А насколько работает вот информационная война или их активная работа, деятельность внутри Ирана? То есть мы знаем, что внутри Ирана, то есть огромное азербайджанское население и очень часто в истории Ирана азербайджанцы вставали, требовали своей независимости. Это, к сожалению, всегда подавлялось в крови, но это есть, этот фактор. Насколько вот эта пропаганда против Азербайджана сработала или не сработала среди вот азербайджанской части населения Ирана, и насколько это может быть взрывоопасным и может привести вообще к последствиям, которые, ну, будут совсем другие, чем сами иранские власти ожидали от своих действий против Азербайджана? Да. То есть есть ли такая опасность вообще? Что там происходит именно? Есть такой гипотетический риск, конечно же. Среди определенной части населения, азербайджанского населения Ирана, 44-дневная война стригерировала их национальные чувства, в том числе и чувства национальной гордости. Это первый вопрос. Второй вопрос. Конечно, после того, как эти чувства были стригерированы, они, скажем так, возросли. И второй вопрос. Вот считай, что тебе вкололи укол серотамина в организме, у тебя шикарно, все шикарно, и кто-то пытается дать тебе таблетку, чтобы убить уровень серотамина в твоем организме, и ты и на машинальном, и на просто сознательном уровне понимаешь, что нет, я эту таблетку не хочу. И вот война стригерировала вот эти настроения, потом вот эта риторика, антиазербайджанская столкнулась с тем, что людям, которые были стригерированы победой, это не понравилось, безусловно. И они показывают свою активную контрреакцию. Но сказать, что эти люди составляют подавляющее большинство среди населения Южного Азербайджана, это, я думаю, что пока что рано. И потом это такая страна, что там трудно проводить какие-то социальные исследования и так далее. Хорошо. Олесь, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Вам спасибо. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.